Приветствую вас. Как я понял, из вашего вопроса, не только этого, но и другого, который вы задавали уже на этом ресурсе, вы испытываетесь некую проблему в сообщении. Вы довольно необщительный человек, замыкаетесь в себе, не раскрываетесь, зажимаетесь, волей-неволей обесцениваете себя и, соответственно, обладаете определенной неуверенностью в себе, непринятием. И, как следствие, пытаетесь компенсировать это за счет других людей. Как следствие, вы пытаетесь компенсировать свою малообщительность другими людьми. И я, конечно, не могу однозначно сказать, что понял всю вашу хронологию событий, да? То есть, грубо говоря, когда у вас был парень, значит, первый, с которым вы пилили. Когда у вас был второй лигий, у вас вот этот вот парень, или это все тот же, тот же, тот же самый, вот. То есть, ну, как-то, на мой взгляд, это все, ну, не очень понятно. Вот. Но! Но! Смотрите, какая история. Тонкость в том, что вы спрашиваете нас, как себя вести. Вы спрашиваете нас о том, как, ну, как, что делать в этой ситуации. Я у вас могу только спросить в контексте данной темы, а вы сами как думаете? Вы сами как считаете, как вы сами считаете, надо себя вести в этой ситуации? Мужчина совершенно точно показал вам, значит, какое место вы занимаетесь в его жизни. Вот. Показал он вам? Показал. Дал он вам понять, что он не готов с вами встречаться и не готов что-то делать. Причем, неважно, расстался он там с девочкой со двоей, не расстался он там с ней, а есть ли у него там какая-то интрига еще с ней или с кем-то другим или нет. Это неважно. Важно другое, что мужчина показал вам, что, как бы, вот, у тебя, врага, есть вот такое место в моей жизни и все. И, как бы, на большее ты не претендуешь. На большее ты не можешь претендовать. И все. Это его позиция. Вот по факту. Это его позиция. Теперь идем дальше. Если это позиция его, то что вам остается сделать? Вам остается эту позицию только принять. Потому что, ну, это его выбор. Это выбор взрослого, зрелого, ну, относительно, конечно, человека. Можете вы поменять его позицию? Нет. Нет. Не можете. Потому что вы сделали все, что могли. От вас уже больше ничего не зависит. Вы и так проявляли инициативу к нему, ну, вот, к мужчине достаточно много раз. Достаточно долго. То есть это вот то, что вы встречу ему предложили, предложили встречу два раза. Вы предлагали ему встретиться. Вот это, конечно, было ошибкой. Ну, это не очень здорово, потому что мужчина понял, что вы заинтересованы в том, чтобы быть с ним. Вот. И, как бы, он теперь знает, что вы никуда не денетесь. Он теперь знает, что вы его ждете. Вы всегда готовы. И он понимает, что ну а что? Ну, она подождет. Она никуда не денет. Вот. Вполне вероятно, что человек понял, человек увидел, что вы, значит, такая вот скромная, что вы такая вот, ну, неуверенная в себе, или, лучше сказать, не совсем уверенная в себе. И решил этим этим воспользоваться. То есть он понял, какая вы. И стал активно использовать это для достижения своих целей. Которые, которые у него, вот, у нас имеют. А цель у него такая. Иметь мужское общество. иметь на периферии, на горизонте, женщину, ну, вот, которая, ну, как-то, вот, удовлетворяла бы его требованиям. Основным. Основным. Актуальным. Для него на данный, на данный момент. Вот. Какие это требованиям, я полагаю, что вы уже узнаете сами. Это явно не секс. Я набрался обществу. Это может быть симпатично. Может быть потребность в том, чтобы, там, я не знаю, довериться, может быть. Попрепность в том, чтобы, ну, чтобы женщина была с ним рядом. Мужчина, я имею, я имею в виду. Ого. Нужно понимать этот момент. И что делать во всей этой ситуации вам? Только согласиться на его условия. Только согласиться на то, что, вот, хорошо, он вам не пишет, и вы не пишите. Вы предлагали ему встретиться, он не хотел, ну, все, значит, и вам не надо предлагать. Он общается с кем-то еще, и вам надо общаться, но вы не можете. В этом и заключается вся проблема, что вы не можете. Общаться с другими мужчинами вы не можете. Общаться с другими людьми вы не можете. Вообще для этого ресурсов. И из-за этого вы не знаете, как поступать. Вот. И из-за этого вы снова и снова, как бы, позволяете мужчине вести себя так, как он себя ведет. То есть вы обиделись, но продолжали с ним общаться. А зачем? Если неприятно, зачем общаться? Ну, скажите, скажите, как есть, что вам неприятно. Вы этого не сказали. Вы этого не сказали. А почему? Потому что не хотите, чтобы он от вас ушел. Не хотите, боитесь его потерять. Он вам нужен. Для чего? Для чего? Опять же. Для того же, для чего вы и несколько раз предлагали ему встретиться. Зачем? Вам на этот вопрос нужно ответить. Самостоятельно. И вот исходя уже из того, зачем, исходя уже из того, почему, исходя уже из того, как, вы уже будете действовать. Вот. Но без проработки тех моментов, которые вам не позволяют чувствовать себя более независимой, без проработки тех моментов, которые не позволяют вам чувствовать себя более свободной, без проработки тех моментов, у вас так и будет постоянно нуждаемость в мужчине, к сожалению. Вот. То есть, в норме, в норме, поведение нормально такое. Нет его и не надо. В норме нормально такое поведение. А что заставляет вас задавать этот вопрос? Как вести себя в этой ситуации? Почему вы не знаете, как себя вести в этой ситуации? Что бы что? И как вообще у вас формируется женская модель поведения по отношению к мужчине? Это точно следует уже именно с вами прорабатывать и разбирать. Ну вот. Помните, он увиливает обстречи только потому, что вы для него недостаточно ценны. Потому, что вы не стимулируете его. Да, вы ему симпатичны, но вы не стимулируете его. И он не боится вас потерять. Не боится, что куда-то вы денетесь. И нельзя, чтобы у вас был только один мужчина. Ну, чтобы их было несколько. Чтобы они конкурировали между собой. Чтобы они создавали здоровую конкуренцию. Стимулировали друг друга на то, чтобы проявлять себя по отношению к вам. Мы бы уже смотрели и выбирали бы. Но у вас только один мужчина. И из-за этого создается гипермотивация. Гипермотивация быть с ним. Гипермотивация быть любимой. Гипермотивация, например, создать семью. Гипермотивация иметь детей. И так далее. Все это сублимация. Сублимирующие процессы. Того, чего вы хотите на самом деле. Например, безопасность. Например, значимости. Например, нужность любви. Понимаете? А это то, что нужно добиться вам самой. А это можно сделать только в процессе работы. Именно непосредственно над самой собой. Понимаете? Вы же, наверное, не будете говорить, что стали более общительными. С того момента, как вот вы написали свой первый вопрос. Почему-то мне кажется, что нет. Могу ошибаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!